Приветствую вас, давайте разберёмся с тем, что с вами происходит. Вы пишите, я четвёртый год состою в сексуальных отношениях с мужчиной. А, ну, тут можно сразу сделать такой небольшой, небольшой такой акцент, да, небольшую такую ремарку, что если вы состоите именно в сексуальных отношениях с мужчиной, то у вас определённо сильно развивается либидо. И это может быть как-как ваша собственная уникальная, так сказать, характеристика индивидуальная. Либо это следствие, ну, например, каких-то сбоев в гормональном, допустим, фоне и так далее. Вот. А я, конечно, не знаю, что у вас происходит, да, но вот по описанию, по описанию, у вас либо сексуальная зависимость, что, в общем-то, если и бывает, если и происходит, то достаточно редко именно сексуальная зависимость, то есть, как правило, любая сексуальная зависимость, это в том числе и любовная зависимость, а любовная зависимость это всегда идеализация человека, либо гормональный фон. Поэтому, полагаю, что для начала вам нужно курошил обследоваться, может быть, вам выпишут какие-то препараты для подавления, например, либидо. Ну, вот, ну, не навсегда, не навсегда. А, значит, не навсегда, а только вот на какое-то время, чтобы, чтобы вы хотя бы могли как-то управлять этим, да, чтобы вы могли как-то адекватно взаимодействовать с собой, со своим, ну, со своим влечением, да, со своим желанием, там, и так далее. Вот. То есть, эээ, здесь, на мой взгляд, эээ, такой момент первый. Первый. Дальше. Вы говорите, эээ, встречался я все эти годы просто потому, что больше другой, никто другой не искался. Ну, сама по себе, эээ, сама по себе данная фраза, эээ, весьма и весьма странная. Если можно так выразить. Эээ, то есть, что значит не искался? Эээ, мужчина и, в общем-то, не должен именно искаться. Эээ, потому что мужчина, эээ, это, ну, не, не такое, эээ, не такой субъект, эээ, который ищется. Мужчина, это, эээ, скорее, эээ, партнер, эээ, с которым вы взаимодействуете, ээээ, в соответствии с какими-то своими целями, да, в соответствии со своими влечениями, там, и так далее. Вот. То есть, ну, то есть, если вы строите отношения, построенные на сексе, ээээ, то это всегда, эээ, получается, ээээ, что-то временное, да? А у вас, по не, по некой причине, ээээ, секс стал самоцелью. Вот. Получается, что через секс вы что-то получаете. Либо, либо чувствуете себя любимой, либо чувствуете себя живой, либо, либо, ээээ, значит, убежите от какого-то ээээ, страха через эээээ, сексуальные, опять же, отношения. А, либо что-то ещё, что-то ещё. То есть, тут, ну, вот тут могут быть разные-разные моменты, ээээ, тема очень, такая, деликатная, да? Поэтому, я думаю, что нужно, конечно, более подробности разговаривать, выяснять, ээээ, потому что, ээээ, выводы делать очень, ээээ, легко, ээээ, предполагать, ээээ, тоже очень, очень легко, но, я не думаю, что, ээээ, в данном, в данном случае, предположение, это, вообще, ээээ, то, что вам нужно. Но, однозначно, что, ээээ, через секс вы что-то получаете за себя. Вот. Ээээ, я думаю, что более полный ответ, ээээ, более полная картина, она, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Дальше, значит, так. Значит, вы пишите, больше другой никто не искался, а вот на сколько у вас был мотив искать этого самого другого мужчину, да, по каким, я не знаю, критериям, например, вы искали другого мужчину, вот просто по каким критериям, вот. То сделали ли вы реально что-то для того, чтобы найти мужчину, вот. Сделали ли вы что-то для того, чтобы реально с мужчиной сблизиться? Потому что, опять же, я ничего не хочу сказать плохого про вас, потому что я не знаю. Но, как думается мне, как это видится мне, что вы, ну, не очень были нацелены на то, чтобы другого мужчину это вообще искать. Мотивация у вас была очень посредственная, как это видится мне, опять же. И что значит, я была с этим мужчиной, потому что другой не искался никто. Вы можете использовать сексуальные отношения, да, вы можете использовать сексуальные, сексуальную сторону отношений. Только в том случае, если, например, четко понимаете, да, что, что вы делаете, для чего и когда это закончится, то есть когда придет объективный конец тому, что вы делаете. Ну, на мой взгляд, совершенно очевидно, что с этой задачей вы не справляетесь. И это означает, что где-то вы себя обманываете либо в том, что вам от мужчины нужен только секс, либо в том, что другие мужчины не ищутся. Вот. Где-то здесь у вас обман, то есть где-то здесь идет ошибка. И вот то, что является ошибкой, нужнается в выяснении, да, и, соответственно, в, как бы, представлении этой точки отсчета для дальнейшей работы с вами. Так, ну вот хочется секса. Ну, опять же, хочется секса, сексуальные желания можно удовлетворять по-разному. Иногда даже делали перерывы в несколько месяцев по моей инициативе, потому что он мне надоедался, в смысле, я начинал испытывать к нему неприязнь. Ну вот здесь, вы знаете, тоже есть, как бы вам сказать, некая странность, вот так, наверное. Есть некая странность. Какая странность? Дело в том, что то, что вы испытываете неприязнь к человеку, именно неприязнь к человеку, это совсем не означает, что он вам, в общем-то, надоел. Это означает немножко другое, как раз. Это означает, что так реагируете вы на него, на человека. Почему вы на него так реагируете? По какой причине у вас возникает неприязнь к человеку? Вопрос большой. Но на этот вопрос нет ответа. Потому что вы данным аспектом не интересуетесь. Ну, как это видится мне, опять, то есть вы не попытались понять, вследствие чего появилось неприязнь? Допустим, вы не попытались понять, по какой причине появилось неприязнь? Вы не попытались увидеть, с чем это неприязнь связано? Вы, грубо говоря, в человеке видите причину, что у вас образовалось неприязнь? И вот здесь, на мой взгляд, тоже достаточно важный момент. Понимаете, какая история? Если вы склонны думать, что это другой человек несет ответственность за то, что он вам неприятен, если вы склонны думать так, то я боюсь, что вы ошибаетесь. Потому что не другой человек ответственен за то, что вы, например, чувствуете. А вы. И только вы. Поэтому с этой вашей неприязнью нужно разбираться. Вполне возможно, что здесь есть какой-то защитный механизм. Вполне возможно, что здесь есть проявление какого-то запрета. Вполне возможно, что здесь есть нарушение, например, вашей, грубо говоря, потребностной сферы. Вполне возможно, что здесь есть что-то еще. То есть тут вот тоже такой важный момент, что неприятный, неприятный просто так не бывает. Тем более, что вы с этим человеком спите. То есть тут противоречие, тут конфликт. И я очень хотел бы, чтобы вы этот конфликт постарались, ну, как-то вот увидеть хотя бы. Я не говорю пока разрешить, а просто хотя бы увидеть. Что есть вот определенный конфликт. Между тем, что вы хотите, тем, что вы чувствуете, например. Или тем, что вы считаете, там, грубо говоря, тем, что вы считаете, должно быть правильно. Правильно, ну, допустим. Допустим, да? Вот. 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 Это... Такой. Такой момент. Дальше идем. После длительных перерывов, намучившись от воздержания, опять возобновлялось внимание, так сказать, с голодухи, от некуда деваться. Так, а с другими-то мужчинами вы в этот момент по какой причине не общались, вы с другими мужчинами в этот момент по какой причине не сближались? Согласитесь, как-то вот очень странно это выглядит, что я от мужчины расстаюсь и расставаясь с мужчиной, я продолжаю. Ну, грубо говоря, думать о нем, или расставаясь с ним, я ни с кем больше не встречаюсь, ни с кем больше не взаимодействую, а тогда зачем расставали? Какая цель была расставать? Вот. Для чего расставали? Вы же думали, что вот я разданусь и что-то будет, что-то произойдет, что-то случится? А что? Что случится-то должно быть? Давно было что случится? Какой у вас, грубо говоря, был план? И вот это, вот это, тот меня очень интересует в контексте вас. Далее. Значит, никогда не думала связывать с ним судьбу, потому что любви никак у нее только физиология. Ну, опять же. Опять же. Только физиология. Но разве физиология управляет нам? Нам. Вам. Вам. А, с другой стороны, вопрос. Да? Чего вы-то хотите? Сами. Для себя. Для себя вообще. Считаете ли вы, например, что вот единственное, грубо говоря, единственное, чего вы достойны, да, это, собственно, секс только. Или все-таки может быть, ну, может быть, чего-то больше может быть. То есть вот вам надо, ага, вам надо как-то вот себе на этот вопрос ответить. Самое-то, это важно. На мой взгляд, опять же, важно. Очень. Вот. Значит, дальше идем. Эээ, да. И вот этим летом он пригласил меня жить вместе. Ну, я полагаю так, что, что, мужчина, в общем и целом, эээ, принимает ваши отношения за чистую монету. Ну, что-то ему кажется, что, раз вы с ним спите, то, соответственно, ну, у вас и отношения какие-то есть, видимо, видимо, вот. Ну, он так видит, эээ, ситуацию. Вопрос в том, насколько вы чистный с мужчиной уже теперь. То есть насколько мужчина вообще в курсе, что вы к нему, к нему относитесь вот только как к такому вот, знаете, запасному варианту. Это, знаете, тоже, наверное, неприятно будет человеку, ну, сознавать, да, чувствовать, что его видит только как такую, знаете, своего рода секс-машину. Поэтому на эту тему я тоже вам предлагаю подумать, насколько вы с мужчиной чистны, чистны. Эээ, говорите ли вы ему, эээ, всё, что, например, думаете или всё, что чувствуете. Если да, хорошо, если нет, то почему нет, по какой причине нет. Понимаете, да, о чём идёт речь здесь? Дальше идём. Эээ, так, значит, эээ, я сразу отказал, потому что я не люблю его и недостойный он кандидат в мужья. Ну хорошо, эээ, кандидат в мужья, он недостойный. Допустим. А кто достойный тогда? Ну вот, у вас, у вас, как-то получилось так, что помимо этого мужчины, больше-то и нет никого. Собственно. Понимаете? Что интересно? Вот нет больше никого у вас. Возникает вопрос. Либо у вас завышенные требования к мужчинам. Значит, это проекция завышенных же требований к себе. И, соответственно, непринятие себя в таком случае. Либо это страх близких отношений. Действительно близких. Не только сексуально, что заменяет близкие отношения. А действительно близких. Либо вы, в действительности, как бы и не очень-то и хотите, вообще говоря, быть с кем-то. С кем-то. Это, опять же, нужно выяснять. Дальше. Никаких чувств во мне его предложения, кроме недоразумения, не всколыхнуло. Разве что чуть польстило. Но после этого предложения со мной стало твориться что-то непонятное. Во мне проснулось к этому мужчине сильнейшее увлечение. И держится оно по сей день уже четвёртый или пятый месяц. Целыми днями думаю о нашем сексе. Внутри всё переворачивается. Ну, понимаете, вот здесь очень деликатный момент. Я так подозреваю, что вы говорите о своих каких-то чувствах к мужчинам только на языке секса. И, возможно, секс для вас имеет, ну, куда большее значение, чем вы, например, привыкли думать. Вообще, я, знаете, у меня есть предложение к вам. Предложение такое. Через секс попытайтесь определить, что за чувства у вас. возникло к мужчинам. Какое это чувство? Ну, вот лечение есть, да? Думаете целый день о сексе. Может быть, вы боитесь потерять этот самый секс, если, ну, если мужчина уйдёт, например, от вас. То есть, вы понимаете, что отказав человеку, например, да, в совместном проживании, ну, он, скорее всего, от вас идёт. Вы понимаете, да? Возможно. Возможно, вы чувствуете, отказав мужчину, а, вот, в совместном проживании, вы его... обречёте, по сути, на... расставание с собой. А расставаться с ним вы не хотите. Ну, ну, возможно, возможно, эээ, боитесь, возможно, что-то ещё, эээ, есть. Вот. И я полагаю, что здесь нужно, опять же, разбираться. Вот. Его, эээ, вашего мужчину нужно учиться воспринимать иначе. не так, как вы воспринимаете его сейчас, потому что у вас отключён мозг, отключено всё рационально. Вот. Больше анализа, больше когнитивного аспекта, больше прогнозирования и так далее. Ну, а исходя из того, что, эээ, подобного вы не ощущаете, то есть, ну, вы не анализируете, по крайней мере, в вашем тексте анализа я не увидел, то, соответственно, есть сценарий, эээ, сценарий ваш жизненный без, ээээ, ну, без раздумий. Так сказать можно. Без раздумий. То есть, вы живёте не раздумывая. И у меня здесь, к вам, эээ, опять же, вопрос возникает. Если вы живёте вот так, не раздумывая, то вас, эээ, ведь что-то привело к этому, ну, к тому, чтобы жить вот так, не раздумывая. Ну, давайте попробуем определить, что именно. Ну, попробуйте проанализировать, как вот давно вы, эээ, как давно вы размышляли и, например, визуализировали. Вот. Значит, от звука из-за общения от него я все начинаю дрожать, расширяются дрожки, все внутри горит от одного приключения, что он сейчас придёт ко мне. Эээ, пульс учащается. Эээ, ну, это всё, вот это вот идёт, эээ, идёт, знаете, опосредование через секс. Я бы вот так сказать, так это назвал. Именно, опосредование через секс. То есть, есть чувства, которые вы, вероятно, себе либо подавили, либо, эээ, ну, либо просто незамечательно, но, скорее всего, подавили. Вот. И оно проявляется только, эээ, через секс. Вот. И всё. Вам нужно отделять, эээ, сексуальное влечение от, чего бы то ни было другого, на самом деле. Вот. Потому что секс очень здорово, но, эээ, помимо, 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 помимо секса, да? Эээ, есть и ещё другие аспекты. И мне кажется, что, вот вы, эээ, ну, немножечко, так, забываете, забываете о других аспектах. Ну, вот. Эээ, значит, вы пишете, эээ, секс исхожу с ума. Может быть, вам покажется это немного странным, но я не очень понял, что это значит. Секс исхожу с ума. То есть вы получаете запредельное удовольствие от, эээ, сексуальных отношений с этим мужчиной. Так, эээ, я правильно вас, эээ, понял? Если так, если я, если я правильно вас, эээ, понял, то, опять же, опять же, рекомендую вам ээээ, подумать. Вследствие чего вы получаете такие богатые эмоции, ээээ, именно от этого мужчины. Эээ, именно вот, богатые эмоции, сексуальные, я имею в виду ощущения. Ведь вы же понимаете, что это не просто так. Вы же понимаете, что это имеет под собой какие-то, эээ, причины. Вот, постарайтесь на эту тему подумать. Да, вчера еще до предложения, эээ, до предложения далеко такого влечения к нему не было. Ну, то есть, эээ, предложение, вероятно, эээ, будораживо, эээ, всплыхнуло в вас, эээ, что-то. Опять же, довольно сложно сказать именно сейчас, что именно, что конкретно. Ээээ, быть может, быть может, эээ, речь идет о том, как вы ээээ, стали его воспринимать. Ну, мужчину, например. То есть, эээ, быть может, речь идет о том, эээ, что вот, эээ, вы его, эээ, теперь, воспринимаете, как, ээээ, ну, допустим, как, ээээ, что-то родное. Например. Вот. Ээээ, может быть, может быть, ээээ, вы, эээ, просто стали видеть, видеть его, эээ, иначе. Ну, человека стали воспринимать, иначе. В любом случае, с чем-то, эээ, ваше увлечение связано. И с чем нужно разбираться еще раз, ээээ, в личной, ээээ, беседе с вами. Потому что, ээээ, так это, по сути, сейчас идет просто, ээээ, при ванне в потолок. Ну, вот. Эээ, любовь, ээээ, к нему не проснулся именно влечение, это после трех, пяти или третий жизни не из-под палки. Ну, вот, опять же, понимаете, да? Вероятно, именно это была ваша цель, построить семью. И, семья вам важна, эээ, любой ценой. То есть, вы инфинктивно понимаете, что мужчину вы привязываете к себе сексом. Вот. И, соответственно, через, эээ, через, испытывать увлечение, как единственный способ, ээээ, с ним близится. Вот, вот так. Эээ, я думаю, так. Эээ, конечно, могут, может быть, ээээ, чисто, ээээ, чисто физиологические причины, причины, причины. Эээ, тоже могут быть. Но физиологией занимаются врачи. Вот. Может быть, мужчина, эээ, как-то, вот, идеально попал на ваш, ээээ, такой, сексуальный, ээээ, опыт, сексуальный образ, который вы теперь, эээ, поддерживаете. Но, в любом случае, это очень напоминает сексуальную зависимость, и от нее нужно избавляться. Просто, хотя бы, чтобы быть свободным. На этом все. Надеюсь, что пойму к вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Каким, я вст sense darle вопрос и покажу для меня. Вставка. Удачи с героев. Нас так вот. Продолжение следует...